Здравствуйте, друзья! У нас снова Лена и Сергей, которые поимели опыт и этим опытом хотят поделиться. Привет, друзья! Я хочу рассказать о нашей ситуации, с которой мы столкнулись в июне 2013 года по взаимодействию с американской медициной и российской медицинской страховкой. С моей точки зрения опыт, я надеюсь, будет кому-нибудь интересен, а может быть и многим, потому что когда мы разыскивали что-нибудь об этом, что-нибудь узнать и как это вообще происходит, то информацию было найти трудно и нельзя было понять, куда двигаться, какая вероятность успеха и что вкладывать и вообще что происходит. Можно я уточню? Я как страховой брокер, американский, лицензированный, хочу уточнить. В принципе, такие страховки обычно работают по принципу indemnity, то есть вы тратите свои деньги, когда поехали в страну, а они потом берут вот эти биллы, которые вы приносите от врачей и уже дома у вас их оплачивают. Я правильно понимаю? Так работают? Потому что вы сказали, что компания российская. Российская компания, американскому доктору, доктор не может с нее денег получить. Ну вот, в российских компаниях действительно операторами являются импортные компании. Ну, в нашем случае являлась швейцарская компания. Вообще говоря, всего в России два оператора, а российские страховые компании являются агентами, то есть конкретно только лишь продавцами этой услуги, ничего больше. Причем продают эту услугу за довольно доступные деньги, ну, по сравнению с тем, сколько это стоит на территории США. Подобная страховка. Но она имеет, значит, много ограничений. Ну, теперь, собственно, к сути. Это все было вступление. Мы перед тем, как в июне 2013 года отправиться в путешествие, в туристическую поездку в Америку, купили страховку. Страховая компания, агентом был Реса. Оператором была какая-то швейцарская компания, какая я сейчас точно не помню, но мне кажется, для данной ситуации это не принципиально. Ездили мы, ездили по территории Америки две или три недели, и тут с нами случился казус. У Лены заболел живот. Заболел довольно сильно. Мы находились в гостинице недалеко от Вашингтона. Находились в гостинице, и боль была сильная, и она усиливалась, и я, собственно, не знал, что делать, как с этим быть. Я поднял трубку телефона, давай звонить в страховую компанию по телефону, указанному на полисе, и узнавать, чего делать. Страховой агент сначала сказал, что он сам подыщет нам то место, куда обратиться. А когда я позвонил второй или третий раз, сказал, вы знаете, боль сильная, и надо как-то решать сейчас, а не через два часа или завтра. То есть сейчас. Он сказал, ребята, обращайтесь в любую государственную больницу, и, значит, вызывайте 911, то есть любая государственная больница вам подходит. Я через ресепшн в гостинице вызвал скорую. Приехала скорая с двумя докторами. Вот, закатили носилки прямо в номер. Я сомневаюсь, что это врачи были. Это какие-то парамедики, наверное. Да, наверное, да. Просто в нашем российском интерпретации. Такие костоправы такие. Вот. Приехало два человека в синих костюмах. Вот. Переложили Лену на носилки, на каталку, положили в машину, значит, и мы поехали. Вот. Я позвонил в страховую компанию, дал телефон, дал телефон саму трубку тому, кто со мной ехал в кузове, парамедику, вот, или там, не знаю как, медбрату. Да. И, собственно, он, обсудив со страховым агентом, они договорились, в какую больницу ехать. Это была какая-то государственная больница, я уже, честно говоря, не помню. Рестом госпиталь. Да, точно. Рестом госпиталь. Верно. Вот. Приехали мы в больницу, в этот эмиджер-рум, но в приемный баку, да, скорой помощи. Там сразу, буквально в течение первых, там, 20 минут сделали анализ крови, сделали фотографии, как это называется, ультразвук. Вот. Ультразвук живота, еще какие-то телодвижения. Вот. Я отдал карточку от страхового полиса некому оформителю, то есть там есть медсестры, которые делают уколы, там или берут кровь, есть оформители, это другие работники. Ну, и есть какой-то другой персонал, да, который делал ультразвук. Вот. Оформитель взяла наш полис, перезвонила сама в оператору страховой компании. Вот. Через некоторое время, через час или два, оператор прислал гарантийное письмо, в котором написал, что он гарантирует оплату медицинских услуг. То есть вам не нужно было свои платить, а потом получать со страховки, а страховка сама платила и на тревог. Это будет следующий шаг нашего разговора. Да. Мы так думали. Да. Вначале мы действительно так думали. Вот. После ультразвука врачи слегка всполошились. Вот. Время было часов 8-9 вечера. К нам позвали хирурга, который приехал, судя по всему, из дома, потому что он приехал на автомобиль и был одет довольно просто. То есть в обычных брюках, рубашке. Вот. Пришел хирург, сказал друзья, что необходимо хирургическое вмешательство, иначе через два дня, в течение двух дней, будет 99% большая неприятность и будет большое хирургическое вмешательство. Поэтому, говорит, выбор за вами, вы можете встать и уйти, можете соглашаться на хирургическое вмешательство, но времени у вас не очень много. Вы решайте сами. Вот. Я, соответственно, сказал, что мы, да, будем осуществлять операцию. Лена очень переживала, потому что счет за операцию мы просто не представляли, какой может быть. Вот. Мы прекрасно предполагаем, что медицина в Америке дорогая. Вот. Но на тот момент... Теперь мы знаем это точно. Мы знаем довольно четкие цифры, которые я, кстати, расскажу через несколько минут. Вот. Но на тот момент перед нами стояла конкретная задача, то есть решить медицинскую проблему, потому что, ну, без ложного пафоса, спасение жизни и деньги – это несколько разные критерии. Так и жена же не чужой человек, я вас понимаю. Так, ну, так что? Вот. На следующий день... Это оправдывается. На следующий день ни свет, ни заря. Пришли медсестры, говорят, будем готовить к операции. Вот. Я уже, честно говоря, точно времени не помню, но... А вы там сидели все это время? Да. Нас положили уже в больнице. Да, да. Ну, в палате, согласно России, в соответствии, в разрез с российскими мерками было довольно комфортно. Для нас это было странно. Прикольно, кровать гнулась во всех вообще положениях. Ну, у корняшки это было десятое. Да. Мне не все было. Кровать гнулась во всех положениях, телек показывал какую-то релаксационную передачу, то есть там море показывал и музыку какую-то. Вот. В палате была там душ, еще какая-то фигня, все вместе там было. Один человек в палате, в общем, все очень комфортно. Вот. Когда я нервничал, я... Пришли медсестры спасать меня, они мне разложили какой-то диван, дали постельную белье, зубную щетку, предлагали бритву, но я, в общем, отказался. В общем, сервис на высшем уровне. Абсолютно верно. Ну, собственно, рассказ на самом деле... Вы потом все это в биле нашли? Четко. Ну, не важно, да. Так, хорошо. Ну, ладно. В общем-то, суть нашего разговора о взаимодействии со страховой компанией. С моей точки зрения, значит, как на следующий день утром произошла операция, с моей точки зрения, довольно эффективно, то есть... Болеть перестало. Болеть перестало, сделали быстро. Я извиняюсь, вам сказали, что там? Я понимаю, что вы не хотите рассказывать, но... Да, да. Была же болячка, реально. Да, абсолютно точно, да. Убрали болячку? Да. Да, абсолютно верно. Сделали, как я говорю, довольно эффективно. Мы читали по сравнению с тем, как это делают на территории России. Обычно после операционного периода на территории России по этому обращению длится месяц. Здесь длился... Две? Три дня. В нашем случае, ну, скорее, два, да. Два-три. На третий уже выписано. Да. Там еще, в частности, входит в условия взаимодействия со страховой компанией. Потому что страховая компания тоже говорит, мы вам не будем там больше, чем столько-то платить. То есть, это как бы они должны управиться. Хорошо. Так. Через три дня отпустили. Да. Абсолютно верно. Причем, доктор сказал, что кушать можно все. Ну, это уже, да, тонкости. Вам там на месте не говорили, заплатите, какие ваши координаты. То есть, чисто внешне впечатление было такое. Вы приехали, они поговорили со страховкой, и дальше вас уже не касались. Совершенно верно. И мы получили, мы знали о том, что страховая компания отправила гарантийное письмо. То есть, вот это критерие тоже мы знали. Мы счастливые, довольные, с улыбкой до ушей, ну, типа, доктор спас. Поехали в Москву. Вот, прошло, ну, с июня по ноябрьские праздники. А я, начало ноября. Да. Вот эти вот месяцы прошло. Тут мы получаем по почте, в смысле, в почтовый ящик, по бумажной почте, письмо от швейцарского коллекторского агентства, что, друзья, вы должны 40 тысяч вернуть. Ну, просто в течение 30 дней. Да. По-моему, даже там меньше было насчет времени. Ну, не судьба. Так, я не понимаю, почему она швейцарская? То есть, его американский госпиталь нанял швейцарское агентство? Наверное, да. Или швейцарская страховая компания? Как это? То есть, совпадение, что ты швейцария? И страховая компания? Я так думаю, что совпадение, потому что, когда Сергей связывался с... Это Эрестон госпиталь. Эрестон госпиталь, да. Когда ты связывался с офицерским коллекторским агентством, они сказали, что госпиталь обратился к ним для решения данного вопроса. То есть, госпиталь пытался, видимо, вас найти. До вас не добрался. Никакие переговоры вы с ними не вступили. Они говорят, ну, вот пусть эти собирают. То есть, там где-то явно коммуникацион-лайн прервалась. Потому что иначе бы не дошло бы до того, чтобы так вас разыскать. Как выяснилось, потом госпиталь, значит, выслал счет в адрес нашей страховой компании. Да. Счет. Они никак не отреагировали. Потом, значит, представители госпиталя звонили в эту страховую компанию. Страховщики сказали, что, по их мнению, просто в устной беседе, как нам объяснили, сказали о том, что вот этот вот случай не является с их точки зрения страховым случаем. Я вам скажу, в чем тонкость. Да. Дело в том, что, когда у вас страховка необычная медицинская, вот вы сказали вначале, что в Америке страховка дорогая. Та страховка, которая у вас, называется Travel Insurance, да? Или там Guest Insurance. Она не покрывает проблемы, существовавшие раньше. То есть, если, допустим, у вас хронически там чего-то, и вы с этим хроническим приехали, эта страховка вас не кроет. По-моему, надо года три по ней просуществовать вот здесь, чтобы она стала что-то такое покрывать. Поэтому она дешевая. Она покрывает только accidental. То есть, ну что-то, наступил, ногу сломал. Давайте вот это. Значит, они могли сказать, что мы посмотрели на эту болячку, и эта болячка не могла приключиться с ней там. А она существовала у нее до этого, может быть, 5, может быть, 10 лет. Она проявилась там, может быть. Это для нее, может быть, и неожиданно. Но мы видим, что это не та болячка, которая является accidental. То есть, это, видимо, то, что они сказали. То есть, я вот так перевожу, пытаюсь перевести. Ну, мы смотрим со стороны, с другой стороны барьеры, как обычные обыватели. Кстати, более качественную страховку на территории РФ мы не смогли купить. То есть, мы действительно выбирали и рейтинги, и качество, и стоимость. То есть, максимально возможно, с максимальными покрытиями. Ну, хорошо, дальше. Значит, дальше мы получили от коллекторского агентства письмо. Там были координаты коллектора, с которыми я говорил по телефону, переписывался в течение недели. Ну, коллектор предлагал оплатить счет, говорил, что он может договориться о скидке процентов, там 20, где-то так. Ну, просто велись долгие, пустые разговоры, и больше ничего. А вы мне объясните такую вещь. Вот я живу в Америке. Если со мной такое случится, они зафайлуют мне на мой кредит-репорт, и я, допустим, после этого, ну, не знаю, там, 5-7 лет, у меня будут проблемы с тем, чтобы машину купить, дом, перефинансировать, там еще что-то. Вы-то чего? Вот вы живете в совершенно другой стране. На вас никакого рекорда нет нигде. Ни в Америке, ни в России, ни в Швейцарии. То есть вы абсолютно, как бы, такие виртуальные люди. То есть вы могли бы сказать, да ну их нафиг с их письмами и все. По идее. Ну, мы же нормальные люди. Я понимаю, да. В общем-то, нам, как бы, люди меня спасли. Почему мы должны им отказать? Хорошо, я пытаюсь вашу мотивацию понять. Я поэтому спрашиваю. Не то, что я вас поощряю к этому. Абсолютно верно, значит, был доктор, который, ну, спас жизнь. Да. Вот. То есть я решила о спасении жизнью реально. Именно так. Ой-ой-ой. Так. Вот. И, соответственно, сказать, что мы тебя больше не знаем, ну, не совсем это корректно будет. Хорошо. Это... Из этических соображений вы считали, что нужно заплатить. Да. Дальше. Дальше. Через неделю или две моих разговоров с коллектором, коллектор начал мне говорить, что больница отказалась от работы коллекторского агентства, потому что они нифига не могут сделать, то есть не могут получить деньги. Вот. И обращайтесь в больницу напрямую. Это самый идеальный случай. Потому что, если бы коллекторское агентство с вас собрало деньги, вот представьте себе, допустим, вы должны 40 тысяч. Он вам говорит, ну, хорошо, заплатите, минус 20%, заплатите 32. Из этих 32, 10-то пойдет к коллекторскому агентству. Эти 10 вам госпиталь на раз отдаст. То есть, конечно, с госпиталем намного легче разговаривать, чем с коллекторским агентством. Ну, вот. В процессе всех этих переживаний я выдернул все волосы на голове, потому что очень сильно переживал об этом. Я прочитал весь сайт Рестон Госпиталя вдоль и поперек и нашел некие тонкости. Тонкости звучали примерно так. Если ваша страховая компания отказывается оплачивать счет, разговаривайте с нами, будем обсуждать возможности решения проблемы. Вот. Тут я начал писать письма по электронной почте в Рестон Госпитал. И также звонить по телефону. Спустя несколько дней, уже, наверное, был конец ноябрьский праздник, ну, в общем, где-то так. Вот. Один из моих собеседников по телефону, одна из дам собеседниц, сказала мне, что может предложить нам скидку на счет 71%, в результате чего счет составит 11137 долларов. Уже интеллигентный разговор. Я безумно обрадовался, очень сильно обрадовался, да. Но виду не падал. Ну как же, мы прыгали вдвоем. Нет, нет, им. Мы вдвоем прыгали, я сказал, что да-да-да, все, мы сейчас сложим денежки в один мешок, добудем недостающие, и завтра же вам их принесем в мешочки. Вот. Ну, собственно, следующим шагом. На следующий день я снова позвонил в больницу, продиктовал номер пластика, и больница успешно сразу же сняла эти деньги по лицевому номеру пластиковой карты. Но вам какой-то документ дали, что вы никому ничего не должны дать? Через месяц. В течение месяца они прислали. Но документ дали. Да, на бумаге. Изначально сумму вам предложили вербально или все-таки письменно? На словах. На словах. Мама родная. Но вы должны были сказать, ребята, мы согласны, только напишите нам, дайте нам confirmation письменно, потому что у вас ничего не осталось. Вам могут сказать потом, ну, грубо говоря, если придет другой чиновник или там кто-то еще, и будет неразбериха, а того человека нет, и он не помнит, вам скажут, ребята, там же речь шла о совершенно другой сумме, не могла быть такая, это вы что-то какое-то не ту, и вы скажете, а он нам сказал. То есть на будущее вы, конечно, должны пусть имейл подтвердить. И вы можете им написать сами имейл, вы можете написать и сказать, что to confirm our conversation, phone conversation, такого числа там и так далее. Значит, я повторяю, как бы те условия, на которых мы договорились, что мы платим сумму такую-то такую, и в течение нескольких дней вам туда-сюда отправляют. Или там вот вам наш там пластик, откуда чарджет. Но вы должны сказать, что в соответствии с нашей договоренностью вы могли написать. Ну, это существенно. Да, мы понимаем, но на тот момент мы руководствовались... Российским опытом. Отлично, спасибо. Красота. Вот. Хорошо. Расплатились с больницей. Теперь следующий шаг. Что же делать? Как же добыть денег со страховой компанией? Вроде как она и... А, то есть вы дальше пошли чем-то? Да, так. Вот. Значит, как же вернуть денежки? Вроде как страховой пояс мы получили, вроде как... Как в суд на них подать? Естественно. Абсолютно верно. Вот. Мы... Как настоящие американцы, вы не пошли бить окна или морду там? Нет. Нет, так. С вилами там не ходили. Мы наняли хорошего адвоката. В Швейцарии или где? Нет, нет, в России. Но, в принципе, если есть их агент, который вам продавал, то их агент за пазар должен отвечать. Совершенно верно. Ну, конечно. Вот. Мы наняли адвоката. Адвокат очень интересную вещь сказал, что решение по суду зависит не от документов, не от того, что написано в договоре, не от того, что написано... не от выписки из больницы, а зависит исключительно от настроения судьи. Нет, ну, подождите. Ну, совершенно очевидно, что закон никого не интересует. То есть вы так как-то перечисляли, перечисляли, перечисляли. Все, что вы сказали, вы сказали, что судья не выносит свои решения на основании законов, а больше под настроение, по понятиям. Под настроение. Ну, конечно. Ну, понятно, что право понятийное, а не юридическое. Ну, это же как бы... Ну, да. Если дословно, то адвокат, адвокат был, ну, как бы, такой, как бы нормальный, с лицензией, там, зарегистрированный в коллегии адвокатов, вот, он сказал примерно следующее. Если у судьи есть знакомый, у которого страховая компания Реса плохо вернула деньги за ремонт автомобиля, то, говорит, вы выиграете дело. Если, говорит, у судьи хорошее отношение с Ресой, то вы дело не выиграете. Вот, как-то так. Значит, мы собрали комплекс бумаг, это справку из больницы, где Лена наблюдалась о том, что такого, как это сказать-то, раньше заболевания, как это называется? Да, 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 что этого у меня не было. Что раньше не было. Да, 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 что такого не было. Ну, понятно, что справку доктора написали, как обычно, докторским подчерком, я имею в руках, так и не смог прочитать, что там написано. Нет, ну, я думаю, что справка от врача, это так же, как юриспруденция. То есть она не опирается на какие-то факты, которые являются объективными. Ну, это выписка просто из карты, грубо выписка. Хорошо, да. Вот, дальше адвокат собрал еще какие-то документы, то есть практику по подобным случаям, ну, в общем, что-то такое было. Ну, составил сами бумаги. Далее сначала был отправлен запрос в Ресу, предложение оплатить, что мы получили счет, мы его сами оплатили, Ресу, верни деньги. Как-то так. Ну, я бы на их месте, например, обрадовался, что вы с 40 тысяч сбили саммита 11 и сказал, боже, такие замечательные люди, надо дать им еще тысячу бонус. Но, с другой стороны, знаете как, не такая сумма, чтобы кого-то нанять и вас замочить, вот, чтобы вам не отдавать. Так, сумма вроде маленькая, вам еще повезло. Для нас это сумма значительная. Я понимаю, для них, чтобы вас замочить, тоже дорого стоит, чтобы вы ушли со своим клеймом куда-нибудь на сторону. Ну, хорошо. Вот, ну, собственно, на письмо с просьбой оплатить счет Реса никак не отреагировала. Через некоторое время настал час суда, вот, суд присудил страховой компании вернуть нам денежки. А за моральный ущерб ничего? 5 тысяч рублей. За моральный ущерб 5 тысяч рублей, и услуги адвоката были оплачены на 20%. Что-то ваша мораль недорого стоит. Да, представляете? Так. То есть, с адвокатом... Это вообще российская практика, как вот сказал адвокат, что очень маленькие деньги возвращаются за моральный ущерб. То есть, заявляли мы 100 тысяч за моральный ущерб рублей, а судья присудила 5 тысяч. Ну да, да, это понятно. Так чего? А знаете, в США моральный ущерб человека, который много зарабатывает, стоит гораздо дороже, чем моральный ущерб человека, который мало зарабатывает. Вот это pain and suffering называется. Вот, допустим, выходя из магазина, там, Walmart, сломал, упал и сломал ногу, допустим, безработный или там бездомный, там, или что-то. Ну, ему далось, может быть, там, 5 тысяч. А если это был, допустим, там, миллионер какой-то шел, и он там владелец бизнеса, и все дела, и он ровно столько же в госпитале пролежал, но это совершенно другие суммы. То есть, вот pain and suffering, вот этот вот моральный ущерб зависит от того, сколько ты стоишь, в этом смысле. Хорошо, так меня вот что волнует, суд вынес решение в вашу пользу. Да, верно. Но осталось еще получить деньги, потому что это же тоже отдельная задача. Абсолютно точно. Значит, дальше ситуация тоже... Это и в Америке так. Да? Да, конечно. Конечно. А человек не платит. Дальше, я уж не помню, через месяц Лена брала бумаги суда, решение, может, больше месяца прошло? Очень долго было решение, никак не могли его подготовить, то не было секретаря, то не было судьи, то не было подписи, то еще что-то. В общем, бегала я бегала, в результате я получила это решение суда, с которым я отправилась в службу судебных приставов. Это вот, окей, я понял. Да, которые приходят и исполняют. Да, совершенно верно. Вот, приехала я туда, значит, тоже они работают очень по интересному графику, то есть работающему человеку он, в принципе, не выпадает в службу судебных приставов, потому что там специальный пристав, который занимается непосредственно только вот этой страховой компанией, вот только к нему надо и никак по-другому. Ну, в общем, в результате я туда попала, к этому приставу, значит, написала заявление, мне сказали, ждите. Но они не пытались вас как-то раскрутить там на какой-то... Нет, нет. Они, честно говоря, потом... Они по-другому сделали. Так. Ждите, ждите месяц, в течение месяца вам должны прийти деньги. Значит, прошло около месяца, и действительно там буквально за день перед окончанием этого месяца на счет шлепнулись деньги за вычетом 30 тысяч рублей. Я понимаю, что сумма, конечно... Это тысяча долларов, примерно. На тот момент, да. Сумма, конечно, не такая значительная, но тем не менее, мне было интересно, почему же все деньги пришли, а 30 тысяч не пришло. Застряли где-то. Да. Я поехала опять к этому судебному приставу, пообщалась с ним, объяснила ситуацию, он сказал, вы не волнуйтесь, вы не единственная такая, что меня совершенно, в общем-то, не... Ну, естественно. Да. Вот. Мы будем разбираться. Значит, а потом выяснилось, что оказывается, страховая компания деньги сначала перечисляет именно в службе судебных приставов, а уже судебные приставы распределяют ее по... Ну, кому... Просителем. Да. Вот. Так вот, 30 тысяч зажала именно служба судебных приставов. Но у них какая-то статья есть, по которой они... Нет, мне сказали, мы будем изыскивать средства, чтобы вам доплатить, ну, как бы и все, и без... Но сейчас у нас этих денег нету. Ну, сейчас этих денег нету просто. Вот. В результате их все равно, конечно, выплатили, потому что я туда звонила и спрашивала. То есть все-таки заплатили? Заплатили. А вы сказали, в результате денег нет? Нет, нет, нет. Вы сказали, в результате до сих пор этих денег нет. Вы сказали, нет, нет. Получили, получили, все получили. Получили? Да, да. А люди жалуются, говорят, жить в стране невозможно, там, правды не добьешься. Ну, после этого единственная страховая компания внесла изменения в свой, ну, как это назвать? Договор страхования. Договор страхования, где четко прописала, что не более 10% она теперь будет оплачивать вот по таким случаям. Вот. То есть до этого этого пункта нет. А в каким случаях? Тем, которые страховая компания может оценить как хронические заболевания. Так она вообще не должна ничего оплачивать? Как хронические? Тут, опять-таки, юридическая некая тонкость, что нету такого понятия, что является хроническим заболеванием. Первое. Если заболевание не было раньше диагностировано, это первый вариант. Второй вариант – это список Министерства здравоохранения, где те или иные заболевания считают хроническими. Я понял. Вот. Ни в том, ни в другом не обнаружило, значит, заболевание не хроническое. Когда мне было лет 18, я был в стройотряде после первого курса, и что-то мне спину прихватило, я даже не знаю, что, таскали мы там что-то, я не знаю. Ну, я к врачу попался этим. И врач говорит, посмотрел, говорит, понятно, а раньше такое у тебя бывало? И я вспомнил, что, когда мне было лет 15, я тоже был в стройотряде таком для школьников на Беломорской биологической станции МГУ, там физматшкольников брали, значит, туда подрабатывают. Ну, так, для фана больше. И тоже у меня вот похожее что-то такое было. Я говорю, да, вот, ты знаешь, еще один раз. Он говорит, понятно, говорит, он радикулит пишет, поставил точку, пишет, хронический. Я говорю, а хронический-то чего? Он говорит, что это второй раз, говорит. Так вот так и хронический. И тогда я понял, что такое хронический. Мне казалось раньше, что хронический, это когда долго, и так вот. Вот так вот, рецидив, значит. Ну, что же, так давайте вывод какой-то сделаем. Значит, вывод. Страховые компании выплачивают только через суд. Кстати, это не первая практика, а вторая. То есть человек практически всегда рассчитывает со своими деньгами. Дальше судиться надо, и вероятность суда, ну, да, вероятность выигрыша зависит скорее, ну, я не знаю, от того, как звезды сойдутся. Вот. Ну, вот, наверное, как-то так. А, ну да, и в результате мы все равно получили процентов на 10, на 20 меньше, чем потратили финансов. Вот, за счет... Это, знаете что, вам еще повезло. Вот у вас может быть какая-то нейтральная такая фамилия славянская, а если бы вы были, например, при этом Рубинович, да, совершенно неизвестно, как бы судья к вам отнесся. Все может быть. Вот, да. Ну, в общем, плюс я добавлю от себя такой момент, что все-таки вы пострадали за то, что честное. Потому что, если бы сказали, да ну его нафиг этого с биллом, там, или этим клеймом, вот, так бы ничего и не заплатили. Хотя, в этом случае, ну, у вас не было social security, у вас, в принципе, вы могли бы рисковать тем, что вас в следующий раз на границе наручники повязали. Поэтому, это зависит от того, как бы сказать, насколько вас можно засветить, да, то есть, если человек американский, или, скажем так, американско легализованный, да, то на него сообщают, и он может прям в аэропорту и пострадать. Так тоже бывает легко. Ну, и в России с этим обычное дело. Тоже есть такое. Ну, что же, хорошо. Давайте мы завершим нашим таким привычным тезисом о том, что добро очередной раз победило зло. Верно. Вот. Но в жесткой борьбе. Да, совершенно верно. И я даже, вот, Роберт Рождественский, знаете, кто такой? Да. Вот, Роберт Рождественский сказал, юность мужает в борьбе. Вот это, это про вас. Спасибо, дорогие. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok